В Санкт-Петербурге от избытка сердец запели духовное чадо архимандрита Мефодия. На сцене Свято-Духовского зала Александра Невской лавры они провели творческий вечер в памяти своем духовном наставнике. Подробности далее. Хор Валаамского монастыря открыл вечер памяти архимандрита Мефодия на сцене Свято-Духовского зала Духовно-Просветительского центра Александра Невской лавры. В феврале лучезарный батюшка острова Валаам отметил бы очередной свой день рождения. В зрительном зале сегодня духовные чадо петербуржцы. Я думал, что я друг его, оказался ученик. Я думал, что я обладаю какими-то хорошими качествами. Оказывается, он спускался со мной в мой ад, доставал меня оттуда. Если коротко сказать, я вместе с ним умер для того, чтобы воскреснуть рядом с ним. Вот такой это был человек. В Петербурге уже сложилась традиция творческими выступлениями поминать любимых отцов. Но в случае с архимандритом Мефодием иначе и быть не могло. Ведь он сам обладал музыкальным талантом и часто поддерживал людей искусства. Сегодня по зову сердца, и собралось здесь очень много людей. И это все свершилось. Чему я очень рад, потому что я инициировал это. В последнее время мы с отцом Мефодием общались. Я ездил на Валаам. И у нас как бы на пике наших возрастающих близких отношений прервались отношения. И сейчас он уже в мире ином. И мне хотелось бы, чтобы люди узнали о нем больше. И те люди, которые не могут попасть на Валаам, чтобы сегодня они пришли сюда, мы о нем расскажем, покажем его деятельность. То, о чем многие вообще не знали. Отец Анатолий Першин в числе организаторов этого вечера памяти. Своё музыкальное выступление он посчитал уместным исполнить на гитаре, подаренной ему лично отцом Мефодием. Ничто в этом мире не вечно, но всё-таки память хранит. На острове тёплые встречи седой Валаамский гранит. Субтитры создавал DimaTorzok